В Донбассе резко возросла активность украинских силовиков. Ополчение фиксирует работу стрелкового оружия вдоль всей линии соприкосновения. По Донецку его пригородам ударили из миномётов и артиллерийских установок. Под огнём оказались журналисты. В их автомобиль предположительно попала противотанковая управляемая ракета. Вся последняя информация о ситуации в зоне конфликта у Павла Прокопенко. Оба журналиста живы. Хорошие новости подтверждают в Министерстве обороны ДНР. Репортерам повезло. В момент обстрела они вышли из машины поговорить с ополченцами. В автомобиль корреспондентов одного из донецких информагентств прилетела противотанковая управляемая ракета. Что означает в машину целились. Одного контузия, у другого лёгкое ранение. Они представляют местные СМИ Донецкая. Попасть на место происшествия близ Донецкого аэропорта сегодня попытались представители миссии ОБСЕ. Мешает непрекращающийся огонь. Стреляют по всей линии соприкосновения. Трёх Избёнка, Светлодарск, Широкино и Пески. Горячие точки понедельника на украинском юго-востоке. За минувшие сутки силовики нарушали режим прекращения огня 66 раз. Наблюдатели зафиксировали более 1200 взрывов. Европейцы уже не пишут отчётов. Срочное донесение. Так заглавлена очередная оперативка. Сотрудники мониторинговой миссии зафиксировали, что украинская сторона предприняла попытку наступления через линию соприкосновения в 14 километрах к западу, северо-западу от Донецка. Сотрудники миссии заметили, что интенсивное вооружённое столкновение было в стадии реализации с использованием танков, тяжёлой артиллерии, автоматических гранатомётов, миномётов, тяжёлых пулемётов, стрелкового оружия и лёгких вооружений. Нацгвардия бьёт из тяжёлого калибра, который по минским договорённостям давно должен быть зачислён и отправлен в глубокий тыл. Но пасхальная неделя в Донбассе началась неспокойно. Праздничные службы закончились, подарки нет. Бойцы так называемых добровольческих батальонов, с недавних пор приравненные к официальным украинским военнослужащим, в пасхальную неделю готовы угостить мирных соотечественников своими писанками. Писанка от национальной гвардии, батальона Кульчицкого. В тылу регулярное боестолкновение по мере возможностей стараются не замечать. Донбасс постепенно восстанавливает экономическую инфраструктуру. Практически сформирована программа по восстановлению шахт Донбасса. В первой части однозначно это 14 шахт выделены, которые подлежат реконструкции в этом году. Возможно ли полноценно восстановить разрушенный регион в условиях непрекращающейся антитеррористической операции, сказать сложно. Сухие цифры гораздо лучше говорят об итогах первого года АТО. По данным ООН, в гражданской войне на Украине уже погибли более 6 тысяч человек. Павел Прокопенко, ТВ-Центр.